Путаница В 133 году до нашей эры На склоне Капитолийского холма в Риме Толпа сенаторов и их сторонников Растерзала плебейского трибуна И реформатора Тиберия Гракха Через 12 лет во время мятежа Гибнет брат Тиберия Гай Гракх Также бывший народным трибуном Древний Рим Сенат и сенаторы Передача вторая У нас в гостях историки Владимир Никишин Здравствуйте И Антон Каролин Здравствуйте Владимир Никишин Выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова Кандидат исторических наук Старший научный сотрудник Исторического факультета МГУ имени Ломоносова Автор статей и публикаций по истории Древнего Рима В том числе разделы по истории Древнего Рима В учебнике История Древнего Мира И переводов речи Цицерона Антон Короленков Вопускник факультета архивного дела Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета Кандидат исторических наук Старший научный сотрудник Философского факультета МГУ имени Ломоносова Автор публикаций по истории Древнего Рима В том числе Автор книги Квинт Серторий Политическая биография И соавтор книги Сулла Автор ряда публикаций по историографии Второй мировой войны Сулла Древнего Рима Древнего Рима В Древнего Рима 벽 Ну, если говорить в целом, если обозначить перед началом нашей беседы какие-то хронологические рамки, то я бы сказал, что период со 134 по 30-е годы н.э. стал периодом кризиса, в каком-то смысле деградации Римской Республики и, соответственно, периодом ослабления роли Сената, в каком-то смысле упадка руководящей роли Сената. Растянувшимся во времени периодом агонии Сенатской Республики, который закончился совершенно закономерно установлением единодержавия, единоличной власти или режима личной власти Октавиана Августа. И дальше начался период уже совершенно другой, то есть Сенат выступал уже в ином качестве, нежели в период Республики. Римляне говорили, нуля регула сина эксцепционе, то есть нет правила без исключения. В любом случае консулат оставался привилегией избранных, узкого слоя Сената, то есть нобилитета, знати. И нобилитет властвовал безраздельно. Сенатская олигархия неплохо себя чувствовала, проводила свою политику, которую считала нужной проводить. И всё это происходило до того момента, когда был избран плебейским трибуном Тиберий Граг. 10 декабря 134 года до нашей эры он вступает в должность. И вот с этого начинается знаменитая Римская революция так называемая. Тиберий Граг темы заметен, что он ради того, чтобы провести свою реформу, вспомнил, оказывается, народ-то у нас главной комиссией, главной, а не Сенат. Нигде не написано в законах, что Сенат важнее закона принимает народное собрание, трибутные комиссии, центриатные комиссии избирают должностных лиц, а Сенат, он как-то так, в общем, по традиции авторитетом пользуется, но учитывать его авторитет или нет, это уже дело народа. Вот, как известно, он предложил возобновить, как считалось, земельный закон. Когда этот закон на деле был сдан, толком никто не знает, но считается, что в 367 году до нашей эры, что из общественных земель, так называемого «Агер публикус», человек может владеть не более чем 500 югерами, 126 гектаров, потому что югер 0,252 гектара. Вот, и понятно, тем, кто имел больше расставаться страсти, как не хотелось, ну, пересмотр условий приватизации, то есть не условий, а результатов приватизации, понятная вещь, болезненная. И вот тут ребром стал вопрос, кто главнее, Сенат или народное собрание. Но что самое-то интересное, народное собрание очень громоздкое, не по головам, как в Греции считали при голосовании, а по трибам. Так вот, если 18-3 проголосует, а в каждой из ней 50% плюс один голос, чисто арифметически это будет подавляющее меньшинство, а формально это большинство. Но никому никогда в голову не приходило предложить, ребята, давайте голосовать по головам. Вообще в жизни даже такого в проекте не упоминается, ни в каких письмах Цицерона, ни в речах, ничего. Вообще даже за горизонтом не видно такой простой идеи. Все равно остается три вида триб, криатные, атрибутные и центуриатные. Комиции. Комиции, извините, да. И голосовать не по головам, а строго по трибам, по центуриям и так далее. Тибири от этого никак не проиграл. И когда народный плебийский трибун Октавий попытался наложить вето на его закон, он проголосовал за его отстранение от должности. 18-3 проголосовали за, и Октавий был отстранен. А вот это было нарушение традиции, по крайней мере. А в традиционном обществе, мы знаем, зачастую традиции гораздо сильнее законов. В том смысле, что они влияют на умы. И заставляют общество поступать совершенно определенным образом. Тибири, выступив против авторитета Сената, настроил против себя прежде всего нобилитет, который играл главную роль в Сенате. Что касается приватизации, это не совсем корректный пример. Потому, что приватизации не было никакой. Приватизация, собственно, юридическая, наступила в 111 году только. То есть, уже спустя 23 года. 22 после всех этих событий. Я имею в виду, после 133-го. А приватизации никто не говорил и говорить не имел права. Потому, что земля общественная была. Ее только арендовать можно было. Да, но ее юридически не было, но фактически, конечно, она произошла. Так вот, и второй раз он выступил против Сената. Фактически, когда деньги-то нужны на проведение реформы. Вдруг становится известно, пергамский царь Атал завещал царство Риму. И Тибири заявляет. А распоряжаться наследством пергамского царя должен народ, а не Сенат. По традиции, Сенат распоряжался внешней политикой. И провинциями это, конечно, было еще большее нарушение традиции. Если с Октавией можно было спорить, потому что Октавий сам выступил против закона угодного народа. Тоже было не в традиции, в общем-то, строго говоря. То тут уж никаких отговорок и зацепок не было. И сенатору устроили хорошую головомойку Тибирию в Курии. Он попытался им отомстить. Едва ли не самого старого сенатора Ани Луск, он вытащил на сходку, чтобы толпа его освистала. Ани сумел переломить ситуацию и головомойки избежал. Как-то он там ловко себя повел. То ли сенаторы подошли на помощь, то ли он очень ловко ответил. В общем, так или иначе, не удалось. Народ все-таки еще сенат уважал и устраивать головомойку чуть ли не самому старому его члену не решился. И хотя, да, вообще непонятно, что с этой казной Атала, которую Тибирий хотел на нужды реформу употребить. Но важно то, что Тибирий еще раз замахнулся на власть сената. Ну и, как известно, хотя часть сенаторов его поддержала, собственно говоря, его тестем была пик Лавди Пульхара, один из зонатнейших людей Рима, бывший консул. И там, по-видимому, и консул 133-го года Сцевел не был, как минимум, его противником, и отказался с ним бороться. Когда сенатор Сцепион Назика призвал идти спасать республику против Тибирия, то консул сказал, нет доказательств, что надо спасать. Но другие сенаторы показали себя, Тибирия просто забили насмерть. Не одни сенаторы, конечно, понятно, что они там в основном руководили, но у каждого уже были свои клиенты, и достаточно было там по 10 человек притащить, и они обеспечили успех. Тибирий замахнулся на интересы корпорации. И сделал это довольно неловко. Нет, это уже другой вопрос, ловко или неловко. Главное, вот факт свершившийся. Он замахнулся на интерес корпорации. А что еще более бесило сенаторов, так это то, что он был, мало того, что один из них, он был Нобелем, он был знатнейшим человеком в Риме. Сын двукратного консула. Да. И сын, и внук. Героя Второй панической войны тоже как ему. Да, покорителя Карфагена, победителя Ганнибала. Пожаристка ли. Имел место вот такой курьез своего рода политический. Вот. И, в общем-то, участь Тиберия, она была во многом закономерна. Вот. Так же, как и участь его брата, который спустя 10 лет попытался продолжить дело Тиберия. Интересно, что они во многом были похожи, в чем-то очень здорово отличались друг от друга по темпераменту, например. Ну, вот, как-то так получилось, что Гай пошел по стопам Тиберия и повторил его судьбу спустя 9 лет. При том, что Гай, как политик, был более искусным человеком, оборотистым, я бы сказал, предприимчивым, энергичным. Поэтому ему удалось то, что не удалось Тиберию, а именно Гай создал свою систему, систему власти. Которую противопоставил сенатской олигархии, противопоставил вот этой мощной корпорации. В этом смысле я считаю, Гай, грак для сенаторов, для сената, для сенатской монополии на власть был более опасен, чем Тиберий. Да, потому что он создал систему, он создал систему власти. Ему удалось избраться второй раз трибуном, что, опять же, шло вразрез с обычаями, с традицией. То есть, по сути, Гай создал диктатуру. Такую демократическую диктатуру. Дико, конечно, звучит, ну, в кавычках, да, демократическую диктатуру. Вот. И, конечно, это был еще один вызов сенату. Сенатская олигархия должна была защищаться. Когда я тут постоянно говорю сенат, сенатская олигархия, конечно, нужно постоянно себе держать в голове, что сенат был очень неоднородный. И, на самом деле, сенатом руководил нобилитет. Вот та узкая группа, о которой уже Антон говорил. Вот. Но в данном случае это был тот хвост, который вертел собакой. И, в общем-то, все остальные сенаторы, болот или охвости, они вынуждены были так или иначе подчиняться авторитету. Тут, собственно говоря, если говорить о Гай-Греке, что он конкретно сделал? Вот такое, что сенату не понравилось. Самый знаменитый его закон – это закон о вымогательствах, дорепетундис. В сущности, этот закон уже был в 149 году принят. Это был, так сказать, новый вариант. В общем-то, там говорилось о работе комиссий судебных по борьбе с вымогательством. А это были единственные в риме постоянно действующие судебные комиссии, а не те, которые от случая к случаю собирались. И в их состав запрещалось включать сенаторов. Отсюда пошло несколько упрощенное выражение, что Гай-Грек передал суды в руки всадников. До сих пор сословия всадников, из которого, собственно, сенаторы только и могли выходить по своему имущественному цензу и общественному положению, они себя, в общем-то, от сенаторов жестко не отделяли. И как-то считалось, ну, завтра ты сенатором станешь, а послезавтра я, и как-то... А не станешь, значит, не судьба. Но они не считали, что они с сенатором. С сенаторами – это два разных полюса. В Древнем Риме всадниками с древнейших времен называлась привилегированная группа воинов, служивших в комице. Звание всадника передавалось по наследству. Со времени императора Августа, то есть с конца I века до н.э., за всадническим сословием в законодательном порядке был закреплен имущественный ценз 400 тысяч сестерцы. Так назывались серебряные монеты. С I века н.э. из всадников комплектовался командный состав армии. Также они занимали ряд должностей по управлению провинцией. Если Тиберий, скажем, в вопросах внешней политики попытался участвовать вопреки сенату, у него ничего не вышло, то Плутарх пишет, что даже послы, в общем, ходили к Гаю за решением вопросов. И во вмешательстве во внешнюю политику он, видимо, тоже отчасти преуспел. Ну, он, собственно же, и говорил, что он вандил меч в тело сената, и этот вот закон о судах, он потом будет кровавой раной на протяжении многих десятилетий, о том, кому принадлежат суды сенаторам или всадникам, он постоянно будет бодоражить умы римских политиков. И тем не менее, и для него все закончилось плачевно, потому что свою власть наследственной он сделать не смог. То есть, короче говоря, вывод какой, что вот эти новые лидеры политические, которые появились в общественной жизни, они, стремясь создать какие-то новые структуры, управления, шли по необходимости в разрез с традицией. Парадокс в том, что, будучи сами традиционалистами и консерваторами, они, в общем-то, стремились воскресить какие-то старинные законы и нормы, по необходимости должны были придумывать что-то свое, что-то новое, и наносить тем самым серьезный ущерб авторитету сената. Самый консерватизм. Да, но дело-то в том, что римляне, они по определению были консерваторами. Вот, мне кажется, это такой народ в высшей степени консервативный. Из всех традиционных обществ самые традиционные. И при этом столь же восприимчивые к новшествам, и, собственно, это и декларировалось иногда вполне официально, что мы, да, придерживаемся нравов отцов, и если берем что-то новое, только то, что этим обычаям предков, монаросу, майорам не противоречит. Вот, как хочешь, так понимает. Поэтому Рима преуспевал. Ну, вообще, в любом традиционном обществе любое обновление преподносится как хорошо забытое старое. В общем-то, римляне в этом плане не были первооткрывателями. И, кстати говоря, сенатора, пытаясь противодействовать Гракам, отчасти должны были делать то, что те предлагали. То есть, собственно говоря, плохо не то, что они предлагали колонии выводить, а то, что они это предлагали, как говорится, по-своему, не по-сенатски. Ну, вот, и, скажем, плебийский трибун Друс сказал, нет, давайте мы лучше будем выводить колонии не за 3-9 земель, там, в Карфагене, как Грак предлагает, а в Италии. Потом выяснилось, что в Италии ничего выводить не собираются, но важно было на какой-то момент популярность, что называется, сорвать, а что потом будет уже, как говорится, там видно будет. Ну, или, скажем, для развития сельского хозяйства, понятно, нужны были дороги. Собственно говоря, Тиберий ведь объективно пек себя крестьянство, это же ясно. Ну, вот, один из его ярых противников, Попили Ленат, провел дорогу, Попили его знаменитую, которая была просто нужна для того, чтобы владык крестьянского труда вывозить. Ну, не только для этого, прежде всего для переброски войск, но, естественно, и крестьяне использовали. Потом Гай Грак строил дороги. То есть, они, в общем, по большому счету, зачастую делали в разной степени одно и то же, но важно, кто с этого политические дивиденды заберет. Понятно, Сенат иногда действовал менее активно, но вот в порядке перехвата инициативы ему приходилось иногда и колонии основывать, вот эти, там, те же дороги строить и так далее, идти на различные послабления. Мы сейчас тут перечислили массу фактов. Мне кажется, что вот за этим многообразием фактуры теряется суть. А суть проблемы, как мне кажется, заключалась в том, что, значит, с одной стороны, мы имеем свои корыстные интересы костной, консервативной, до нельзя корпорации под названием «Нобилитет». Да. Вот эта группировка, которая пустила корни во власти, пользовалась фактически несменяемостью, то есть, ну, я имею в виду, что преемственность на протяжении поколений, когда братья, сватья, родственники, племянники чередовались у власти. Да, они сменялись каждый год, но это были одни и те же кланы, это был набор одних и тех же людей. Одна и та же колода тасовалась однообразно, да нельзя. И ни о каких способностях тут речи не шло, когда необходимо было выбирать того или иного кандидата. Главным была семейственность, фамильная слава. И, опять же, следуя традиции, Плеб сголосовал именно за представителей вот этой самой олигархи. А с другой стороны, мы имеем новых людей, которые стремились внести свежую струю в эту застойную, в общем-то, затхлую атмосферу. И пытались реставрировать, реанимировать, как угодно, отремонтировать ту систему, которая со скрежетом и скрипом, перестроить, если угодно, работала с каждым годом все менее и менее эффективно. Вот в чем была проблема. Поскольку государство разрасталось, росла римская держава, империя, если хотите, возникала куча проблем, повседневных проблем в управлении. Вот банальные такие вещи, как управление, взимание налогов, суды на местах и так далее. До бесконечности можно перечислять десятки мелких повседневных проблем, которые нужно было решать в управленческом порядке. Олигархия с этим не справлялась, но она и не собиралась от власти уходить, разумеется. Они держали за свое, за старое. И вот эта система деградировалась каждым годом. После гибели Гракха, Гая, я имею в виду, в последнего из двух, в 121 году, восторжествовала реакция. Тогда эти господа правили бал. Луций Апимий, твердолобый консерватор, который дорвался до вожделенной мести, воспользовался сенатским постановлением о чрезвычайном положении, вел войска в Рим и перебил сторонников Гая. Тогда перевешено было, задавлено, убито из-за угла, там по-разному, 3000 человек. 3000 сторонников Гая. Это была расправа. Не из-за угла, а если верить античным авторам, это было убито по судебным решениям, которые очень сильно, насколько можно судить, напоминали решение сталинских троек. Может быть, там, конечно, Орозий что-то преувеличил, но он говорит, что люди даже зачастую не знали, в чем их обвиняют. Ну, по-видимому, что называется, попался под горячую руку стражникам и все. Вообще, кстати, о падении Гая Грага два слова надо сказать. То, что тут сенаторы не просто с ним расправились, а это даже чисто физически проявили такую активность, как в случае с Тиберием, они его просто убивали. Здесь была же провокация. Гай явился в один из храмов, и вдруг туда же привалил Луцио Пиме с сенаторами. Один из ликторов был убит каким-то непонятным образом, якобы перышком для письма, но это вообще немыслимо, как такое можно сделать. Ну, смотря куда ткнуть. Ну да, ну, в общем, ясно, что он просто следил за передвижениями Гая, чего это вдруг он туда появился. Ну вот, а сенат потом устроил на похоронах ликтора такую демонстрацию, какую иным преторам, скажем, не устраивали. Ликторы – это вообще-то бывшие рабы или сыновья вольноотпущенников, люди достаточно низкого статуса. Понятно, что это хотели показать, вот какой злой Гай он убил доброго ликтора. А к ликторам относились-то очень. Это же как в Афине были скифские рабы полицейские. Время не сильно выше они были по статусу. И это болото, так сказать, застойное, оно продолжалось где-то в состоянии застойности до Кимврской войны, Кимвро-Тевтонской и Югуртинской войны. Кимвры и Тевтоны столкнулись с римлянами в 113 году до нашей эры, а Югуртинская война началась в 111. Югуртинская война велась в 111-105 годах до нашей эры между Римом и нумидийским царем Югуртой. Отсюда и название войны. Война началась успешными действиями римлян, но Югурта, подкупив римских командующих, добился заключения мира и сохранения за собой своего царства. Вскоре войны действия возобновились. Одержав в 109 году до нашей эры победу над римской армией, Югуртин заключил с ними договор, по которому он признавался союзником римского народа и вождем свободных и зависимых от нумидии племен. Однако вскоре договор был расторгнут. Война возобновилась и уже не в пользу Югурты. В результате территория нумидии была расчленена. Прежде всего надо сказать, что вообще полководцы как-то мало слушались сената. По одной простой причине – далеко. Телефона-то нет, самолетов нет, рации и радио нет. В общем, что хочешь, то и делай. Еще в 137 году до Грака приехали сенатские послы, приехали к полководцу, к консулу Лепеду Порцине, сказали воевать не надо с племенем Вакеев, и так, дел много. Он наплевал, стал воевать, ну, добро бы выиграл, так проиграл. Ну, тогда его отдали под суд и страшно наказали, оштрафовали. Ну, и на том спасибо, как говорится. Действовавший совместно с ним Децим Юний Брут, который точно так же нес ответственность за поражение наказа, не был, поскольку перед этим очень сильно прославился. Ну, в общем, считать это контролем за полководцами можно весьма условно. В том же 137 году был страшный скандал, когда Гастилий Манцин попал в окружение к испанцам, подписал мир, по которому он должен был покинуть Испанию с армией. Кстати, поручителем при договоре был тот самый Тибери-играк. Сенат просто аннулировал этот договор, сказали, а мы при всем не присутствовали, как хотите, так и разбирайтесь. Но это, конечно, хотя и юридически вроде бы с точки зрения римлян было достаточно, но скандал был приличный, все, в общем-то, понимали, что так дела не делают. Это означало, что армию надо вернуть в окружение, отдать ее на растерзание испанцам. А если вернуться к Югуртинской войне, к Кимурской, то Кимурская война началась с грандиозного поражения при норе армии Карбона, затем последовало еще несколько поражений, самым грандиозным из которых был разгром при Араузионе. В 105-м году. Ну и что в сухом остатке-то мы получаем? Мы получаем несостоятельность сенатской олигархии. Вот что остается в сухом остатке. Она не смогла ничего делать. Потому что воевали очень долго. Во-первых, сенатская олигархия не смогла обеспечить на должном уровне даже безопасность Италии. Со 113-го по 105-й годы, правильно было сказано, мы наблюдаем целый ряд поражений, позорнейших поражений вот этих вот полководцев из Чесла Нобелия, которые на поверку оказывались абсолютно несостоятельными в военных вопросах. Начиная с Нарея, кончая Араузиона. Там десятки тысяч, точно мы не можем, конечно, сказать сколько, но потеряны были десятки тысяч человек, римских граждан. Более того, терпели поражение как раз знатные полководцы. Вот о чем и речь, о чем я и говорю. Только в 105-м году один из военачальников был Марли Максим, новый человек, но был причастен к этому и цепион, а этот цепион, скажем так, для сенаторов в свое время сделал одну очень приятную вещь. Он незадолго до битвы при Араузионе сумел, собственно говоря, он был консулом 106-го года, он сумел провести закон о том, чтобы половина мест в комиссиях по вымогательствам принадлежала сенаторам. А это на практике означало, что сенат теперь эти комиссии контролирует, учитывая влияние. И, конечно, сенат был в восторге. Антоний, дед будущего триумвира, назвал его патроном сената за это, покровителем. И теперь, когда он потерпел поражение, да еще его обвинили в том, что он не сумел захватить захваченное в городе Талузе нынешнее, Талузе, гальское золото, и оно попало в руки разбойников, его обвинили в том, что он его чуть ли не украл, и за него за все сразу потребовали. Нет, он его захватил. Он захватил это золото. Да, по дороге его украли разбойники. Золото, серебро, и отправил его в тыл, видимо, с небольшим конвоем. Что там произошло по дороге, никто не знает. Считается, что разбойники отняли, ну, сказали, ну, не обеспечил. А некоторые говорили, нет, он с разбойниками в доле был. Никто ничего не знает, но не обеспечил все равно. И его не просто осудили на изгнание, это еще полбеды, потребовали продать его имущество с торгов. Это вообще уже случай беспрецедентный совершенно. То есть пустить по миру. Ну, конечно, там не все продали, потому что сын его карьеру сделал, значит, у него какие-то деньги были, но это был позор, конечно, несусветный. И, судя по всему, даже какое-то время и в тюрьме вынужден был посидеть. Но на этом карьера была сломана, этот позор был несусветный. Тем более он при аэродионе потерпел поражение даже не столько силу бездарности, он вообще-то был опытный военачальник, а потому что он рассорился со своим сотоварищем Малли Максимом. Тот, дескать, незнатный, пусть он мне кланяется. А Малли Максим был такой же упертый, и хоть и новый человек. В итоге Акимфрот и Тевтон друг с другом не рассорились, они вместе их разгромили в пух и прах поодиночке. Опять же, негативные последствия вот этой вот прогнившей системы олигархической, которая сказывалась во всем, во всем абсолютно. Более того, опять-таки мы выходим на то, что Сенат не мог контролировать полководцев. Были там представители Сената, которые пытались унять обоих, ребят, договориться между собой, в упор не слышали, не видели. Кроме своего я ни Малли Максим, ни Цепион, ну, что получили, то получили. А Марий считался представителем новых людей. И у него в роду вообще сенаторов не было. Иногда его даже изображают, что он чуть ли не крестьянин, а цахи. Это, конечно, преувеличение, он был богатый человек. Но для римских сенаторов, особенно для бывших консулов, он был никто и звать его никак. Выскочил. Да, конечно. Хотя вообще само слово довольно странное. Он не выскочил, а выдвинулся потом и кровью. И действительно, война с Югуртой, пусть она была бессмысленная, но как военачальник он себя там показал как следует. И в войне с кимврами он показал себя тоже хорошо, подготовил римскую армию. Благо кимвры и тефтоны несколько лет, вместо того, чтобы идти на Рим, ходили, грабили то в Испании, то в Галлии, у него было время подготовиться. Кимвры – германские племена, заселявшие первоначально север Ютландского полуострова. В конце II века до н.э. вместе с племенами Тевтонов и Амбронов кимвры двинулись на юг. Одержав в 113 году до н.э. победу над римлянами, они прошли затем на север в Галлию, где нанесли римлянам еще ряд поражений. В 102 году до н.э. кимвры двинулись на Рим и заняли всю Северную Италию, но затем были разгромлены войсками римского полководца Гая Мария. Марий в 102 году при Аплаксиэкстилах разбивает Тевтонов, в 101-м кимвров, а сенатские военачальники при всем присутствуют, не более того. Но он все-таки счел нужным брать себе в коллеги именно знатных людей, скажем, в 102-м году это Катулу, в 101-м Ани Аквиле и так далее. То есть он понимал, что все равно без опоры на сенат ничего не сделаешь. Но, как говорится, сколько веревочки не вести, невозможно быть консулом все время. В 100-м году наступает финал. Еще, пока он был консулом многократным и предводительствовался, в общем, фактически был главой римского правительства, если так можно выразиться, он еще вступил в союз с облибийским трибуном Сатурнином, который провел закон о наделении воинов Мария землей в 103-м году, а в 100-м переизбрался. Но там не очень ясно из источников. По-видимому, Сатурнин приобрел большее влияние, чем сам Марий. И как-то между ними начались уже трения. И дошло до того, что Сатурнин и его соратник главцы захотели избраться один в претро, другой в консулы, главцы в консулы. А Марий и флаг возьми, да и сними кандидатуру главцы. И сказали, а у тебя срок не прошел между должностями нужной. И все. И было ясно, что между ними уже, как говорится, черная кошка пробежала. Хотя до этого они жили душа в душу. Прежде чем говорить о политическом союзе Мария с популярами Сатурнином и главцей, нужно вообще себе представлять, что это за люди такие. Это были политические авантюристы. Что один, что другой. И Сатурнин и главцы. Которые готовы были идти в Абан, которые готовы были многим пожертвовать. Марий был не готов. Ради власти? Ради власти, разумеется. Ради чего же еще? Ради власти и денег. Сначала власть, потом деньги. И Сатурнин, судя по всему, замахивался на верховную власть. То есть, чем черт не шутит. Может быть, он метил в диктаторы. Мы не знаем. Но, во всяком случае, он сыграл в Абанк. По сути, пытался произвести военный переворот. Тогда, в декабре 100-го года до нашей эры. Все это закончилось для него плачевно. Что касается Мария. Марий был, я думаю, что все с этим согласятся, хорошим полководцем, но плохим политиком. И, кроме того, у него было больное самолюбие. И вот, представьте себе, шестикратный консул, ну, тогда и пятикратный, да, после всех своих великолепных, блестящих, знаменательных побед, одержанных над врагами Рима, уже и Югуртинская война отгремела, уже и германцы разбиты, триумфы великолепные отпразднованы. И он входит в Сенат, а там на него все волком смотрят, потому что, в основном, вокруг него это знать, это Нобеля. Сам-то он, конечно, не бедный человек, да, но он из числа всадников. И, в общем-то, выскочка, правильно было сказано. Он хома новус, выскочка. И, соответственно, он чувствовал свою ущербность. У него был комплекс в этой связи. И даже вот его первый визит в Сенат после триумфа, он об этом говорит. То есть, Марий явился в триумфальном облачении. Он нарушил традицию, не имел права это делать. Он, наверное, решил попробовать навшивость, что ли, всю эту кампанию. Я имею в виду сенаторов. Как они это проглотят, оскорбление такое. Те, разумеется, терпеть не стали. Ему указали на такое вопиющее нарушение традиции. Он вынужден был пойти переодеться. То есть, явно сам он метил, как бы мы сейчас сказали, военные диктаторы. Хотел играть такую первенствующую, главенствующую роль. Ему не дали. Ему тут же указали его место. И после этого он начал суетиться. Вот ошибка неопытного политика. Он начинает метаться, как мокрая курица. Вместо того, чтобы занять какую-то позицию, ее последовательно отстаивать. Нет. Он начал суетиться. Туда, сюда, искать какие-то выходы. И не придумал ничего лучшего, как связаться с этим уличным сбродом. С Сатурнином и Главцей. Два авантюриста, которые были готовы на все. Пусть эти политические убийства не доказаны, как Антон говорит. Пусть. Но они вполне могли состояться. Если их поддерживал уличный сброд с дубинами. Они организовывали банды, которые терроризировали плебс на улицах и на форуме. Они были готовы идти до конца в своем стремлении к власти. Что и получилось. И вот возник этот очень странный союз из трех человек. Сатурниный главцы, два уличных демагога и полководец Марий, спаситель республики, который уже изрядно, так сказать, потерял... В своем блеске. В своем блеске, совершенно верно. Замечательно сказано. Он в дальнейшем, вот у меня такое впечатление складывается постоянно, желал в оставшиеся годы своей жизни, как-то этот блеск вернуть, реанимировать эту свою славу, доказать что-то кому-то. Ну, прежде всего, вот этим вот аристократам, которых он в глубине души презирал, он хотел доказать, что и он тоже не хуже на самом деле. То есть, вот из этого комплекса его и вытекают последующие ошибки. Ведь дальше, чем все закончилось, в конечном счете? Марий, продолжая свои метания, он, в конечном счете, не угодил ни тем, ни другим. Он испугался своих союзников. Сатурнин и главцу. Потому что они его тянули на свою сторону, дело доходило до того, что Марий, как консул, должен был сделать выбор. То ли он на стороне закона, то бишь на стороне сената и сенатской олигархи, то ли он на стороне этих авантюристов, которые балансируют на грани законной и беззакония. Он долго колебался. И вот, помнится, Плутарх приводит такой анекдот. Ну, мы не знаем, опять же, было или нет, но, как говорится, нет дыма без огня. Что Марий одновременно ухитрялся вести переговоры, только в разных комнатах своего дома, с делегацией сената и с уполномоченными своих союзников из числа популяров. И бегал из комнаты в комнату, ссылаясь, что у него понос. Значит, ему нужно выйти срочно. Он бежал туда, договаривался с теми, бежал обратно, торговался с этими. И что происходит с политиком, который пытается сидеть между двумя стульями? Мы знаем. Конечно. И чем все закончилось? Наконец, когда пришлось выбирать, Марий испугался. Он понимал, что если он выберет окончательно Сатурнина Главцу, вот эту вот компанию, он окажется вне закона, и тогда ему конец. Он вынужден был встать на сторону сената. Сенат рекомендовал ему, как в таких случаях бывает, ввести чрезвычайное положение и силой оружия расправиться с его вчерашними друзьями. Что и произошло. Резня. Он пытался сохранить лицо в этой заведомо проигрышной для него ситуации. Как? Он пытался отмазать своих подельников. Неловко, грубо и жалко. Их захватили в плен, разумеется, после драки на форуме. Посадили под арест Сатурнина, я имею в виду, сотоварищи. В здании Курии, значит, они под арестом находились. Марий пытался спасти их жизнь, но молодежь из Чесла Нобеля ждать суда не стали. Они влезли на крышу, эту крышу разобрали, черепицей закидали насмерть этих несчастных. Сатурнин был убит. Главцы пытался скрыться, но его поймали и прикончили. То есть до суда дело не дошло. И в каком же виде после этого выглядел Марий? Он полностью потерял лицо, он потерял репутацию. Японский самурай на его месте совершил бы сэпуку. Ну, а Марий вынужден был для поправки здоровья. У него вдруг ослабло здоровье резко от переживаний, очевидно. Отправился отдохнуть в Азию. То есть ему просто нечего делать, было время. Потому что от него отвернулись и правый, и левый сенат презирал его. Потому что все знали о его неблаговидной роли, которую он сыграл в это время. Соответственно, демократия от него тоже отвернулась. Уличная вот эта. Ему только оставалось, что скрыться, уехать куда-нибудь подальше и надеяться, что про все про это забудут. Вот чем закончилась эта история. Причем после его блестящих побед прошло год-полтора. Вот и все. Мы в остатке имеем, что человек, попытавшийся возвыситься, возвысился сколь возможно. И сенат все равно его поставил на место. Ну, даже если бы ничего этого не было. Не было бы никакого ни Сатурнина, ни главца. Ну, представим себе, просто бы Марий стал бы. Вилей Патерхов прямо пишет. Последний, шестой консулат Мария. Седьмой, это отдельный разговор. Был наградой за победу над Кимрами. Ну, не делал бы он там лишних движений. Все равно он должен был бы сложить власть и опять быть простым сенатором. Да, одним из виднейших, но не более того. То есть система продолжала работать. Кстати, говоря о диктаторе, любопытно заметить. Со Второй Пунической войны ни одного диктатора не назначали. Это тоже говорит о том, что сенат пока держал ситуацию под контролем. Никто не должен слишком возвышаться. Шесть консулатов Мария – это был совершенно зря да вон случай. И как бы он себя ни вел, ему бы одного этого не простили. Ни один приличный человек шесть раз консул не был, а ты выскочка. Обошел стольких уважаемых людей. Строго говоря, презирали его или нет, мы не знаем. Скорее нет, чем да. Потому что, скажем, за его сына выдал свою внучку знатнейший сенатор Муцисцеву. Это все-таки о чем-то говорит. С ним сотрудничал Антоний, который благодаря Марию стал и триумфатором, и консулом. Марий разрешил ему заочно избираться в консулы, когда тот был за пределами Рима, ждал триумфа. Если бы Марий был против, то, естественно, бы Антоний не стал никаким консулом. Консул в Древнем Риме – одна из высших государственных должностей. Коллегия из двух консулов была учреждена, согласно античной традиции, после изгнания царя Тарковиния Гордова. Сначала консулы избирались только из патриции. В результате борьбы плебеев с патрициями в 367 году до н.э. доступ к консулату получили также и плебеи. Консулы обладали высшей гражданской и военной властью. Они созывали сенат и народные собрания, председательствовали на них и производили важные должностные назначения. В чрезвычайных обстоятельствах сенат наделял консулов неограниченными полномочиями. Сенаторы продолжали некоторые уважать Мария, ну а со всеми дружить все равно невозможно. То есть преувеличивать результаты этого поражения не стоит. Но важно то, что сенат свое отстоял, пока он руководил. В 90-е годы – это такой темный довольно период, но видно одно. То сторонники существующего порядка подают в суд на Смутьянов, вроде Нарбана, то наоборот Нарбан подает в суд, скажем, на Цепиона или на Мании, Аквилии того же. И все эти суды заканчиваются ничем. Как-то всаднические суды решили не ссориться. Оправдывали повально всех. Что правых, что левых, грубо говоря. До процесса Рутилия Руфа. Там случилась накладка. Рутилий Руф тоже новый человек, но полностью воспринявший идеологию нобилитета. Лютый враг Мария Амария, лютый враг Рутилия Руфа, он был легатом того самого Сцевалы в Азии, когда тот был ее проконсулом. И поприжали местных откупщиков, которые лютовали против местных жителей. И Сцевалу тронуть не решились, а Рутилия Руфа осудили за вымогательство. Человек, который боролся с вымогательством, за него же и отвечал. Ну, ситуация до невозможности узнаваемая. Его отправили в изгнание тоже с конфискацией имущества. А он, желая показать, какие кругом все нехорошие, а он кругом прав, отправился в ту самую Азию. Что если я их ограбил, пусть они со мной расправятся. Он приехал, его там встретили очень тепло. И возместили утраченное время и имущество. И он вообще в Рим так и не вернулся на зло врагам. Кстати, поведение его совсем не римское. Это, в общем, уже космополитизмом отдавало. Казалось бы, консервативный, правоверный римлян, но вдруг так себя повел. И это привело к новому политическому кризису, который тоже связан с положением Сената. Выдвинулся в любийский трибун Друз, который в 1991 году до нашей эры. Вроде бы собирался предложить права италийцам гражданские, но помимо этого он предлагал ввести в Сенат 300 всадников. Но зато всадники за это должны поделиться местами с сенаторами в судах. В итоге он хотел удовлетворить всех, но наоборот не удовлетворил ни тех, ни других. Так обычно не было. Да. Ну, скажем так, значит, как-то надо было тоньше действовать. Не вышло. Друз в итоге всех своих преобразований кончил тем, что его зарезали. Он даже не успел предложить даровать права италийцам, просто не решился. Но италийцы это восприняли как провокацию против них направлено. Началась союзническая война, которая стоила жизни десяткам тысяч и римлян, и италийцев. Сенат в начале, когда поражение римляне терпели кругом, даже носил траурную одежду, но после первых побед облачился в парадные тоги с украшениями. Но это была война на самоуничтожение. Италийцы же, собственно говоря, те же римские войны. В других-то войнах они вместе с римлянами в бой пройдет. Вся эта история союзнической войны – это еще один пример тупости сенатской олигархии. Потому что вопрос, в общем-то, не стоил выеденного яйца. Даровать права римского гражданства италикам, которые давно уже были римляне, по языку, по крови, по культуре и так далее. Речь шла о создании, по сути, унитарного государства. Но сенат упорствовал в силу чего угодно, перечислять можно долго, инертность, косность, тупость, эгоизм, своекорыстность и т.д. И вот упирался до последнего. Убили этого несчастного друза. Затем начинается мятеж. Италики тут же восстали. Это все равно, как поднести к бочке с порохом зажженную спичку. Началась эта кровопролитная война. Из-за чего она велась? Из-за того, что кучка нобелей упорствовали в принятии совершенно очевидного и давно назревшего решения. И чем все кончилось? Все равно приняли это решение. Все равно дали гражданские права. Только через два года, после этой гекотомбы трупов, после десятков тысяч жертв, и все равно закончилось все тем, что италики свою получили. Потому что иначе нельзя было. Но если 9 десятых населения требует прав, а маленькая кучка олигархов этих прав не дает, то население восстает, дело доходит до гражданской войны, и в конце концов население свое, конечно, получает. Вот. Только ценой великой крови. Тут небольшая оговорка нужна. Против дарования прав римского гражданства были настроены даже не столько сенаторы, поскольку, видите, собственно говоря, сенаторам все равно, по большому счету. Важно, сколько италийцев попадет в сенат. А их, может, вообще нисколько не попадет. А вот простым людям очень грело душу. А вот мы особые, да, мы нищие голодранцы, которые по кабакам шатаемся и ничего не делаем, и даровой хлеб только получаем. Но вот мы-то его получаем, а этим не положено. И как раз когда в руки народа вопрос о гражданстве попадал, это было очень редко, ну, или хотя бы просто шел слух, что италийцам какие-то послабления, тут народ на дыбы всегда вставал. Так что здесь, как говорится, народ и партия были едины во многом. Более того, когда началась союзническая война, к суду притянули многих сенаторов по обвинению в том, что будто бы они своими уступками раздражали союзников и вызывали в них аппетит к новому притязанию. Потом суды сменили состав и, наоборот, стали судить тех сенаторов, которые, по мнению судей, своей неуступчивостью... Безбудились в связи. Но так или иначе, можно ведь по-другому повернуть взгляд на союзническую войну. А вы докажите, что вы этих прав достойны? Ну, италийцы и доказали. Большая часть их права получила, это, правда, им ничего не дало на практике, но это уже потом стало ясно. Потому что ни один италий в сенат не попал, а это-то было решающим. Кто будет консулами-претарами, вот что имело значение. Так часто в римской истории было. Боролись-боролись, а потом смотрят, а зачем, собственно, боролись. Нет, ну это поры до времени. Да, поры до времени. Потому что потом-то попали. Принцезори даже галлы попали в сенат. Это далеко не сразу. Так вот, не просто в сенат, а именно на руководящей должности. И римляне, и сенаторы тут решили смухлевать, расписать их не по 35 трибам, потому что тогда бы слишком много италийцев во всех трибах оказалось, а создать то ли 8, то ли 10 новых там в источниках, неясно. Ну вот, и плебейский трибун Публис Сульпицы предложил, давайте их распишем по 35. Консулы Сулы и Помпей Руф сказали, обойдешься. Тогда он договорился с Марием. Мари вывел своих ветеранов, если верить источникам. И консулов учинили нападение. Сын Помпея Руфа даже был убит в схватке. И они вынуждены были отменить запрет, который они ввели. Они сказали, будто бы знамение небесное не позволяет обсуждать законы сейчас. Они этот запрет отменили, и закон о 35 трибах и росписи по ним италийцев был принят. Тут почему-то народ не возражал. Дело темное, почему неясно. Но вот так или иначе. А за Марию потребовал в награду, говорит, отдайте-ка мне командование против Митридата. Война против которого уже шла. Война прибыльная. Дала бы ему большую славу, он бы наконец смог бы вернуться к власти. Но беда в том, что армией-то командовал назначенный против Митридата Сулы. И как-то так получилось, что воины Сулы взяли, да и пошли на Рим. Рим взяли, Публия и Сульпицы убили. Мари бежал, еле спасся. Ну и началась гражданская война. Мари набрал его, еще один союзник, сын набрали воинов, вернулись в Рим. Сул уже уехал воевать с Митридатом, оставив Сенат разбираться сами, как знаете. И Мари заработал репутацию чуть ли не самого страшного человека в римской истории за то, что имел наглость зарезать аж человек так 15 сенаторов. Но он не сам это сделал. Понятно, не сам. Не своими руками. Тем более частью убили вообще не его люди, а люди сыны, с которыми они были союзниками исключительно по ситуации. Но все. После этого Марию была обеспечена самая черная репутация. И половина того, что рассказывает о Марии, если не больше, это, конечно, месть писателей, воспроизводивших сенаторскую точку зрения. И о том, что он бегал с поносом от одной делегации к другой, и о том, что он был неотесанный мужлан, и чуть ли не мужик от Сахи, и плохой политик, и так далее. Человек, который стал консулом в шесть раз, это плохим политиком быть уже не может. И он стал консулом в седьмой раз. Но в то же время его преемник Цинно как-то так, в общем, с сенаторами стал пытаться договориться, и, в общем-то, более или менее договорился. Но ценой стало то, что италийцы, хотя вроде бы их обещали расписать по 35 трибам, непонятно, расписали ли их тогда или нет. Но, в общем, вероятно, они уже смекнули, что сами по себе гражданские права – это бумажка без содержания. Вот если бы в сенат ввели, а вот в сенат он их никого как-то не вводил. И как-то так получилось, что самого его убили во время военного бунта, когда он собирался с Сулой идти воевать. А когда Сулой высадился в Италии, вдруг сенаторы потихоньку к Суле бежать стали. Да еще какие сенаторы там, скажем, Марций Филипп, он был консуляром. Перперно, похоже, тоже к нему сбежал там. В общем, было видно, что, когда Марита, кстати, осаждал Рим, к нему не один консуляр не прибежал, а к Суле прибежали. Потому что к тому времени сенат-то был другой. Когда сын захватил Рим, он устроил резню. Многих сенаторов просто поубивали. Консул, Октавия и других. То одна партия захватывала Рим, то другая брала реванш. В общем, короче говоря, этот состав-то он менялся неоднократно. Поэтому ничего удивительного, что в лагерь Сула бежали его сторонники, в лагерь Карбона, Нарбана и других бежали сторонники Марианцев. Нет, прошу прощения, я еще раз подчеркну свою мысль. Когда Марий в 87-м году осаждал Рим, ни одного консуляра к нему не прибежало. Это важно. Потому что он их убивал просто. А убивать он их начал потом, и как раз, возможно, за это. Как раз тех, кому он сделал карьеру во время своего шестикратного консульства, он, видимо, им вспомнил. Я-то вас там вытащил. Вы хоть и знатные, но уже... Ведь знатность сама по себе ничего не дает. Если у тебя сто лет в роду консулов не было, знатность просто, как говорили на Руси, захудалыми людьми становятся. А он кое-кого из таких захудалых вытащил, и потом за неблагодарность расправился. А вот когда Сулла высадился в Италию к нему, не сразу, но потихоньку стали бежать. Так вот, кстати говоря, Сулла ввел в Сенат своих людей не в 88-м году, а после победы. Сенат, казалось бы, в этой ситуации был никто, но это только внешнее впечатление. Потому что, когда, скажем, Цинна стал готовиться к войне Суллы, Сенат вдруг встал на дыбы и сказал, а вот не будем воевать, давайте договариваться. С одной стороны, конечно, Цинна и Карбон наплевали на его слова, но с другой стороны, никто из сенаторов не пострадал. Вообще даже никаких намеков на репрессии не было. Значит, все-таки уважение к нему сохранялось. Когда Сулла взял Рим, у него уважение к Сенату немножко странное было. Есть легенда, когда он, еще даже не войдя в Рим, он же был проконсул, он не имел права ходить, за пределами города в храме Белона устроил заседание и предложил ввести проскрипции в списке, вывесить без суда людей, обрекать на смерть. Не то, чтобы приговаривать, а можно убить, вот так было хитро сказано. Ясно, что это означало. А за стенкой крики слышны недалеко, на виллу публику убивали пленных сомнитых. То есть намек понятный, будете выступать сами тоже будет. Может, это случайность была. С одной стороны, вроде бы, согласно легенде, сенатор повскакали с места, и Сулла им сказал, слушайте меня, сенатор, внимательно это всего лишь по моему приказу, учит кучку негодяев. А с другой, они как-то вроде бы повскакали, а проскрипции ввести отказались. И демонстрация, если это была демонстрация, не подействовала. И он обратился к народу. Ведь ясно, что проскрипции были направлены на борьбу с врагами Суллы, в том числе теми, кто убивал сенаторов. Но сами же сенаторы отказались это утверждать, потому что их самих кое-кого в эти списки внесли. Сенаторов убивают без разрешения сената, а это никому не нравилось. Потому что списки опальных составлял сам Сулла, а вовсе не сенаторы. Поэтому-то они взбунтовались. Вроде бы для них же старается власть Смутьянов сверх, власть сената восстанавливают, как говорится, для народа, но без народа. Так и здесь, для сената, но без сената. Поэтому у него с отцами были отношения какие-то странные. И многие законы он принимал в обход сената. И вроде бы Марий плохой, ценно плохой, но ни один из них не вводил в сенат людей сотнями. А Суллу взял, да и увеличил сенат на несколько сот человек, считается, что на 300. Никого не спросясь. В том числе и даже бывших центурионов. Он сначала сделал садниками, а потом ввел в сенат. Это вот уже было безобразие. Вроде бы сенатский полководец, который кричит о том, что он мстит за обиды, причиненные знати, вводит каких-то незнатных людишек туда и позорит благородное сословие. Сенаторам вернули, наконец, места в судебных комиссиях. Наказали их обидчиков, в том числе и самих сенаторов. Все вроде бы хорошо, но руководила среди отцов теперь группа сторонников Суллы во главе с Каталом, которые, в общем-то, сенаты железной рукой держали в повиновении и где-то лет 10 этот порядок сохраняли. Плебийским трибунам подрезали крылья, очень сократили их права. Фактически они не могли никаких вето теперь накладывать. В случаях никаких неизвестно, чтобы они до где-то там 70-69 года какие-то вето накладывали. И, казалось бы, все хорошо и крепко. И когда началось восстание Лепеда, сенат горой поднялся против него, это уже было после смерти Суллы, подавили его. Взбунтовался в Испании Серторий, никаких договоренностей с ним воевать до победного конца. И воевали, никаких переговоров не вели. Воевали одновременно и с 73-го года и со Спартаком, и с Метридатом. Ну, то есть, бой на всех фронтах, народ бунтует, требует то хлеба, который у него отняли в дыровой, то, чтобы трибуну вернули права, ну, бунтует это. Шучу, конечно, на сходках в основном бузили. И ничего. Держит власть как положено, и никто ничего сделать не может. Полководцы воюют, как велено, никто из них и не заикается о том, чтобы сенат не слушаться. Правда, Помпей однажды письмо написал, возмущенное, когда воевал в Испании с Серторием. Ну, дайте денег и воинов, а то я тут пропадаю, а то я в Италию приду. Как это понимать, может, как угодно, но, видимо, он действительно что-то такое написал. Деньги ему, кстати, дали. Но вот как раз, когда Помпей в 71-м году вернулся в Италию и отпраздновал триумф в последний год, это означало, что наступают иные времена. Дело не только в самом Помпеи, а в том, что изменилась ситуация. В этот же год было подавлено Спартаковское восстание, и на 70-й год консулами стали Крас и Помпей, которые, конечно, друг друга недолюбливали по понятным причинам, двум медведям в одной берлоге тесно, но благословили законы, которые эту самую систему Суланскую демонтировали, в том числе подрубили власть сената. Во-первых, опять-таки, издали закон, по которому сенаторов потеснили в судебных комиссиях, продолжая перетягивание каната. Очень мудрёный закон. Часть мест досталось сенаторам, часть всадникам, часть ещё более низкому сословию, рарным трибунам. Но ясно, что сенаторы больше не господствовали суда. А во-вторых, они восстановили фактически должность цензора. То есть восстановили не то, чтобы её отменяли, они просто провели выборы цензоров. И провели чистку сената. И где-то так 60-70 человек попросили сената вон. В том числе не кого-нибудь, а бывшего консула Ленту Луссуру, который прославился в кавычках тем, что судья открыто издевался над судьями. И когда проголосовали за его оправдание, кажется, это именно он сказал, что я переплатил судям, заплатил двум больше, мне вполне хватило бы одного голоса за свое оправдание. Или, скажем, сенатор Антони Гибриды, который победил в состязаниях квадрик, то есть четверных колесниц, что, в общем, как-то не сенаторское это дело, в таких состязаниях участвовать, а он при суле как-то рискнул. Ну, тоже, в общем, за позорищее поведение был... Зидения позорищили, звание сенатора. Конечно, это могли быть предлоги, но все-таки, скажем так, без этих предлогов, возможно, бы их не посмели тронуть. Одно дело какого-то бывшего дзентриона выгнать, другое дело бывшего сенатора, или там потомка консула Лентал Тусура, был консулом только что в 1971 году. Так что сулланская система в первозданном виде, направленная на восстановление власти сената, ради которой пролили столько крови, просуществовала всего 10 лет. Ну и дальше же начался закат. А дальше начались новые времена, о которых мы поговорим в другой раз. Начался закат сената, о которых мы поговорим в другой раз. Спасибо вам большое за содержательную беседу. Сегодня нам надо попрощаться. А с вами, уважаемые зрители, мы вскоре увидимся в новой передаче на нашем канале и продолжим наше путешествие в историю в поисках истины. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова